Водителя 49 маршрута поймали с поличным. Вчера по непонятным причинам он так и не доехал до одного из самых труднодоступных микрорайонов Вологды, откуда поступает больше всего жалоб на транспорт. Все водительские огрехи можно отследить через специальную программу. Я правильно понимаю, что исходя из этого отчёта следует, что на самом деле расписание вчера не соблюдалось. То есть у нас есть возможность, не дожидаясь жалоб граждан, сейчас выяснить, в чём причина. Потому что, слушайте, подобная программа, функциональная. Подобная навигация есть у каждого перевозчика. Но предприниматели могут отслеживать только свои автобусы. Чтобы привести в норму движение по всей сети, была запущена программа общего мониторинга на базе частного транспортного предприятия. Независимое количество автобусов можно контролировать. Интервалы, любые временные интервалы можно задавать. И режим контроля, режима скорости водителей, стоянки, всё что угодно. Расход топлива, ну, всё, всевозможный контроль можно за счёт этого программы контролировать. А значит, специалисты смогут контролировать график движения всего городского транспорта. К примеру, если на остановку приходит несколько автобусов одного и того же маршрута, а после этого машин долго нет, это нарушение. Такое бывало и нередко, говорят пассажиры, ждущие 19-й автобус. Вас устраивает расписание? Ну, сейчас, да. Сейчас лучше стало. Были перебои, там они парами ходили, как-то непонятно. Сейчас они хоть регулярно ходят. Правда, я сейчас прозевал, но, надеюсь, держись. То есть, уже нет такого, что там по три, по два, по два? Нет, нет. По одному ходят, нормально. Так и должна работать вся маршрутная сеть. Для этого ещё в начале года власти договорились с перевозчиками до апреля предоставить данные по каждому маршруту для общей программы. Однако пока в системе две трети необходимой информации. Некоторые перевозчики к установленному сроку, к апрелю месяцу, не успели решить свои технические вопросы по передаче данных с используемых ими систем навигации в общую программу мониторинга. Но, тем не менее, на сегодняшний день уже 190 транспортных средств, 190 автобусов введены в эту систему. Мы договорились, что за оставшиеся две недели все остальные автобусы также будут введены в систему. Объективные причины пока работать вне программы есть только у компаний «Трансвод», обслуживающей троллейбусы. На них установлена другая навигационная система. На переустановку нужно время. Дать его городские власти готовы, ведь троллейбусный парк составляет не более 5% от общего числа транспорта. Важнее сейчас другое, чтобы доступ к этой базе получили все перевозчики. Мы сегодня, кроме своих автобусов, другие автобусы не видим. Сегодня принято решение, что эта информация будет общая по всем перевозчикам, передаваться тоже всем перевозчикам. Тогда можно будет проанализировать работу не только своих автобусов, но видеть, как работают и другие перевозчики. Следующим шагом станет привязка к программе «Яндекс.Транспорт». Сейчас это приложение работает в Вологде лишь номинально. Большинство перевозчиков не предоставляют для нее данные. Но наладить эту систему необходимо, считают власти. Ведь именно она позволит самим жителям отслеживать автобусы на нужных маршрутах. Екатерина Шабалова, Максим Ташковец, Волг ДРФ.